Здравствуйте, уважаемые абитуриенты и их родители! Сегодня мы расскажем вам об особенностях подготовки к ЗНО по истории Украины. Тестирование по истории Украины в 2016 году является обязательным на выбор – история или математика при прохождении ДПА. Тестовая работа в 2016 году будет состоять из 60 заданий. Работа разделена на две части. Первая часть – это история Украины XX – начала XXI веков. Будет состоять из 30 вопросов различного типа. 23 вопроса на нахождение одного правильного ответа, 3 вопроса на соответствие, 2 на правильную последовательность и еще 2 на нахождение трех правильных ответов из 7 предложенных. Результат выполнения заданий этой части будет засчитываться как государственная итоговая тестация. Вторая часть – это история Украины от древнейших времен до конца XIX века. Будет состоять из такого же количества заданий разных типов. Результат выполнения первой и второй частей будут учитываться при поступлении в ВУЗы. На выполнение всех заданий будет отводиться 150 минут. Обо всех обновлениях можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования – testportal.gov.ua и на сайте внешколы.com.ua. В связи с большим объемом изучаемого материала, начинать подготовку к ЗНУ по истории Украины следует не позднее, чем за год до прохождения тестирования. За сроками проведения тестирования в 2016 году можно следить у нас на сайте внешколы.com.ua или на сайте Украинского центра оценивания качества образования – testportal.gov.ua. Известно, что ЗНУ по истории Украины пройдет 13 мая 2016 года. Во время изучения истории Украины используйте различные учебно-методические материалы – книги с теорией и практикой, сборники тестов, исторические карты, хрестоматии, аудио- и видеоматериалы, схемы, таблицы. Обязательными являются программы подготовки по истории Украины и тесты ЗНУ прошлых лет. Начиная подготовку к ЗНУ по истории Украины, воспользуйтесь нашими советами. Особенностью тестов ЗНУ по истории Украины является то, что все вопросы идут в хромологической последовательности. Поэтому ученикам нужно пытаться сразу запомнить основные исторические периоды и отталкиваться от их особенностей при решении тестов. Обязательно с первых занятий нужно разобрать все особенности исторической карты и названия историко-этнографических областей Украины. Во время подготовки к истории Украины изучайте только те темы и разделы, которые указаны в программе подготовки. Старайтесь не зазубрить материал, а понять его, а для этого делайте больше упражнений и тестов. Достаточно много времени нужно уделять изучению исторических терминов. Важно не просто запомнить их, а понять, так как формулировка различных источников может отличаться. Важно помнить, что примерно пятая часть всех вопросов ЗНУ по истории Украины – это визуальные материалы. Фотографии исторических памятников, фото или рисунки выдающихся деятелей, фрагменты исторических карт, агитационные плакаты или исторические карикатуры. Поэтому важно их запомнить. Для лучшего запоминания чаще их просматривайте. Как видите, материала много, а следовательно, времени и работы для его изучения тоже нужно немало. Поэтому не затягивайтесь подготовкой и позаботьтесь о своих знаниях уже сегодня, и тогда хороший результат вам обеспечен. Подписывайтесь на канал «Вне школы» и следите за нашими советами в подготовке к ЗНУ. Образовательный проект «Вне школы» проводит бесплатные онлайн-уроки по подготовке к ЗНУ по всем основным предметам. Заходи на сайт внешколы.ком.юа, смотри уроки онлайн и в записи. Во время урока можно задавать вопросы и получать ответы. Кроме того, на сайте ты найдешь бесплатные конспекты, тесты и шпаргалки для подготовки к ЗНУ. Задатами проведения следующих онлайн-уроков следи на сайте внешколы.ком.юа или в группе ВКонтакте. Готовься к ЗНУ, не выходя из дома. Особенностью тестов ЗНУ по истории Украины является то, что все вопросы идут в хронологической порядке. Образовательный портал «Вне школы» проводит бесплатные онлайн-уроки. Да, да. Готовься к ЗНУ, не выходя из дома.